Всем привет! В эфире программа «Где в Ростове» и сегодня мы решили заняться бально-спортивными танцами. Научит нас вальсу тренер Ирина Асриян. Здравствуйте, Ирина! Расскажите нам в первую очередь о самом виде спорта и о вальсе. Какой он бывает? Ну вот сейчас играет медленный вальс, он более медленный по ритму. Также есть венский вальс, он классический, в быстром темпе. И также есть еще несколько видов вальсов, которые мы не включаем в программу спортивных танцев. Это фигурный вальс, вальс-гавод, вальс-мазурка. Это так называемые исторические танцы, которые танцуют только на каких-то выступлениях. С чего лучше начать обучение? Лучше всего, конечно, мы начинаем с медленного вальса, который сейчас играет. Это вальс «Английская королева» еще называется. Это самый простой квадрат вальса, с которого мы всегда начинаем учить любые вальсы. Какие самые распространенные ошибки, которые могут возникать на первом этапе обучения? Ошибки самые обычные – это первое, когда человек не работает над своим телом, и когда он не может резко сделать, не может красиво исполнить. То есть первая ошибка – это привести свой корпус в порядок. То есть выпрямить плечи, вздохнуть, свободно раскрепоститься и затанцевать. Вот самая основная – это работа с телом, скажем. А все-таки что самое сложное именно в этом виде спорта? Это выучить какие-то шаги, это, может быть, успевать в такт под музыку или что-то другое? Нет, самое сложное – найти партнера. Это самое сложное. Во-первых, человеческий фактор. С тем хочешь, с тем не хочешь. Во-вторых, всегда вдвоем, конечно, сложнее. Одному легче, а тут ты находишься в зависимости. Очень часто бывает, что люди хотят записаться на танцы, но у них, к сожалению, нет пары. Нужно ли обязательно приходить и начинать тренировки именно со своим партнером? Да, у нас это очень часто. У нас теперь для таких детей есть соло-танцы. Это называется массовый спорт. И там есть сольный, потому что партнеров не все могут найти. Второе у нас – фристайл. Это свободная вариация, когда ты придумываешь постановку, и ребенок тут, и взрослые, да, выкладываются по полной. И развивается, я еще не сказала, новое направление для нашей страны. Это танцы, так называемые танцы со звездами. То есть это направление про-эм, когда один любитель ничего не умеет, а второй профессионал, он все умеет. И сейчас это направление очень популярно, очень модно. В Ростове есть несколько клубов, которые занимаются этим направлением. Ну и в нашем клубе тоже такие есть. Ну что ж, теперь все ясно, и мы, в принципе, уже готовы тоже приступить к делу и научиться, и попробовать на себе, что такое вальс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все у нас для этого есть. Начнем. Первое, с чего мы начнем, это музыка, да. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Схема. Раз, два, три. Свободное движение. Вальс – это танец свободный, да, легкий, красивый, высшей материи. Раз, два, три. Раз и два, три. Да, вот основное движение вальса – это свинг в ногах и в корпусе. Раз, два, три. Корпус мягко вращается, да. Раз, два, три. Право и влево. Дальше, да. Вот у нас квадрат. Схема простая. С правой ноги вперед, с левой ноги назад. Раз, вперед, в сторону, подставить. Назад, с левой ноги назад, в сторону, подставить. Вот это то, с чего мы всегда учим. Вот таких детей до таких, да. Значит, первое. И шаг вперед. Раз, вниз. И следующий шаг. Чуть-чуть наверх, свободно. На тр подставляем ножку. На и опускаемся вниз. Раз, с левой ноги назад, в сторону. Два, чуть наверх, три. Еще разок. И раз, два, три. Назад, с левой. Раз, два, три. Вот, пожалуйста, мы выучили квадрат, основу всех основ. Отлично. Я еще не совсем потеряна, да? Нет. Следующее движение, которому меня научили, это большой квадрат. Та же самая схема, только с четвертью поворота вправо. Так вальс выглядит изящнее и, по-моему, нежней. Существует вертикальная линия, которая исполняет спуски и подъемы в вальсе. Раз, два, три. Раз, два, три. Мы создаем красивую линию. Да, вот такую, да. И горизонтальная линия наша, широкая, да. Вот широкая линия. Вот. Вот наши руки. Раз, два, три. Раз. Отлично. Хорошо. Выучив базовые движения, мы решили попробовать танцевать уже в паре. Вперед справа. Два, три. Назад слева. Раз, два, три. Партнерша вперед. Два, три. Партнер вперед. Два. Вот наш квадратик. Раз, два. Свободнее, да. Свободнее. Хорошо. Назад слева. Партнер чуть помогает нам, ведет партнершу. Раз, два. Партнерша вперед справа. Партнерша назад справа. Отлично. Честно сказать, с таким партнером, как Александр, наверное, никакие танцы не страшны. Следующее движение, которое я предлагаю, будет очень сложное. Трюк. Но мы его выучим. Вот. Это очень интересно. И друг к другу корпусом. Раз, два, три. Раз, два, три. Друг к другу. Друг от друга. Пробуем, Алина. Пробуем. Да, да. Подготовка, да. Значит, да. Так, всем корпусом и к партнеру. От партнера, да. Свободные колени, да. Отлично. Да, хорошо. Но это была лишь подготовка к трюку. Сам трюк проходит на руках у партнера. Выносит ногу. Какую ногу? Левую. Да, левую. Все. Самое главное вот здесь, да. Партнерша должна всем крылом. Вот. Отлично. И теперь она, партнер, помогает. И вторую подносит ножку. Отлично. Хорошо. Все получилось у нас с первого раза. После таких головокружений, конечно, мне не то, что танцевать. Устоять на ногах было сложно. А вот профессиональные танцоры, люди привыкшие, потому могут сразу же продолжить свою танцевальную композицию. Следующая танцевальная па, которую Ирина подготовила для нас, стендинг спин или вращение на носочках. Внешне может показаться, что это слишком просто, но попробуйте сами. Так быстро перебирать ногами, не запутаться в них и в платье, и при этом кружиться действительно непросто. Встали в пару, да. Вот. Не-не-не. Голова налево. Вот здесь. С левой ноги вокруг партнера на полупальчиках. Раз-два-три. Раз-два-три. Раз-и-два. И-то. На каждой из. Да. На носочках, на носочках, на носочках. Стоп. Отлично. Теперь мы делаем ланч. Исполняем шаг вправо. Да. Вот-вот-вот. Стоп. И теперь ножка. Отлично. Выше. О, супер. Еще раз. Ну как? Я думаю, что ничего сложного нет. Все очень красиво. И мышцы, и растяжка, и вот, в общем-то, осанка. Ну как бы мы танцуем достаточно свободно. Просто, когда тебе очень нравится, ты сделаешь с удовольствием любую фигуру. Просто надо очень сильно захотеть. Правый ланч и выпад. Да. Оп. И нога вверх. Можно, да. Можно ногу ставить, конечно же, и внизу. Но мы попробуем усложнить. Мы сделаем... А можно прогинать? Да. Обязательно. На прогиба, да. Конечно. Стоим на своей ноге, делаем прогиб и пытаемся поднять ногу. Вот так? Вот, да. Вот так. Снизу вверх. Да. Да. Отлично. Угу. Хорошо. Признаюсь, мне все очень понравилось. Чувствуешь себя настоящей танцовщицей или принцессой на балу? Продолжение следует... Ну что ж, с вами была программа «Где в Ростове». Занимайтесь разными видами спорта и танцами в том числе. Увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok